Россия развернула масштабную информационную кампанию в Африке. Цель – дискредитировать Украину, высшее политическое руководство страны, его окружение. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины. Кремль активно использует африканские медиа, применяя технологии дипфейк и другие методы дезинформации и манипулирования сознанием. Сообщается, что Россия уделяет большое внимание, вкладывает немалые ресурсы в продвижение своих пропагандистских нарративов в целом в странах глобального юга. Она это делает для дальнейшего распространения своей пропаганды уже в государства Европы. Ну и россияне продолжают вербовать наемников из разных стран для войны против Украины. На стороне армии Российской Федерации уже воют десятки тысяч граждан Азии и Африки, в частности жители Сирии, Непала, Афганистана, Индии, Конго и Египта. Об этом также сообщает Центр национального сопротивления. По его данным, российские спецслужбы обещают платить наемникам от двух до четырех тысяч долларов. Завербованных в основном используют для штурма украинских позиций. Соединенные Штаты ввели санкции против компаний, которые сотрудничали с ЧВК «Вагнер» в Африке. По данным Министерства финансов США, под ограничение попали две фирмы. Одна из них российская, другая из Центральной Африканской Республики. Они занимались незаконной добычей природных ресурсов, финансировали ЧВК «Вагнер» и другие организации, которые связаны с группировкой. Американские активы обеих компаний заморожены. Сотрудничество с ними запрещено под угрозой вторичных санкций. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова